Всем добрый день! Хорошего Нового года изучения Торы! Я надеюсь, что если вам что-то давали, то не отказывались брать. Иногда приходят очень интересные вещи в голову, когда не сидишь прямо над книжкой, а куда-то вышел погулять. Я в Шову устал, пошел сделать кружок по Ишову, и такие вещи пришли в голову. Конечно, продолжаешь думать. Такие вещи пришли в голову, я вам скажу. Это, конечно, не всегда. Это вообще не надо читать книжку. Но иногда отрываешься и приходят такие мысли в голову. У меня однажды в субботу погас свет на шаун-шаббат, а я сижу в салоне и сижу, и сижу. У меня дочь в темноте, кофе попить или что-то. Надо спрашивать, папа, ты что сидишь? Я говорю, я думаю, и это было так удивительно для молодого человека, два девушки, что человек может сидеть просто в темноте и думать. Так что у меня есть очень хороший товарищ, очень интересный человек. Ему сейчас 92 года, совершенно трезвая, свежая голова, продолжает работать. Это Феликс Кангель. Здесь его книжка лежит. Я принес, кому нужно, пожалуйста, можете взять, прочитайте, принесете. В мохон можно поставить. Он говорит, я по 14 часов работаю. Ему, Феликс, ну нужно выйти погулять. Он говорит, да, говорит, а если я выйду погулять, а в этот момент как раз мысль какая-то должна прийти, и она не придет. А его не будет дома. Совершенно верно. Так же мыслительный процесс очень сложный. Я бы мог привести много примеров. еще, да, и это действительно соответствует Гемаре. Да, говорят, что есть вещи, которые человек может понять только бейсэхэдаат, то есть когда он о них не думает, да. То есть думаешь, думаешь, а эта вещь, она не берется просто на логическом уровне и все. Вот с небес дают, потому что прилагал усилия. Вот. Но это не значит, что совсем не нужен был. Ни в коем случае. Да. Хорошо. Ладно. Я стараюсь создать настроение, чтобы было хорошо, чтобы было повеселее. Вот. Я в Шиво слушал несколько уроков молодых людей, очень знающих в Торе, может быть, даже, но без смехи раввинской, но это неважно, очень знающих в Торе, которые были в Азии, рассказывали о своем опыте, рассказывали о подходе человека Торы к событиям, к тому, что происходит, да. Вот. И нужно сказать, что, конечно, это непросто, да. Вот. И один из них сказал, что я уже не буду прежним человеком, да. Вот. Это, может быть, даже не травма, а переосмысление всего. Всего, когда ты видишь, как уходят люди из жизни, как они уходят из жизни, и как тяжело, и все. Ты совершенно начинаешь по-другому мыслить. Один из говоривших был мой зять, да. Вот. И сказал много всего интересного. Да. И основился на Псуте. Кавей Гошем Яхлифукох. Да. И ты, стаилин. Кавей Гошем Яхлифукох. А те, кто надеются на Всевышнего, они дословно переменят силу. Яхлифукох. Да. И Хачук, и Нешерн, и Урайхи. Да. Они обновят свою жизнь, как орел в древнем мире. И Давид пользуется этой легендой. Орел, он там в какое-то число лет поднимается к солнцу, разогревается, потом бросается в воду и обновляется. Да. Ну, образ такой. И он сказал очень интересный пирожки. Кавей Гошем Яхлифукох. Надеющийся на Всевышнего. Лекавод, как вы знаете, от слова кав. Линия. Да. Тиква. Микаве. Да. Вот. Это от слова линия. Кав. Да. Там как бы стоит. Кав. Так. Вот. Кавей Гошем. Тот, кто надеется на Всевышнего, они, как он сказал, переменят силу. Он сказал, что, скажем, да, надеяться на Всевышнего, обязательно никогда не оставляешь надежду на Всевышнего. Да. Но иногда ты видишь, да, что не идет то, что ты делаешь, да, ты не достигаешь цели, ты упираешься в тупик. Да. Надо быть достаточно умным, достаточно гибким, чтобы не оставлять надежду и переменить силу действовать по-другому. Да. Вот. Мне очень понравился этот комментарий. Да. Вот. Просто как хедуш какой-то. Да. Вот. Вот. Скажем, да, мы с вами открываем, открываем, мы были пятый псалом, шестой были, седьмой псалом открываем с вами. И мы скажем и по-прежнему, и после праздника мы скажем, чтобы все наши воины были здоровы, чтобы они были успешны, чтобы ранние выздоровели, чтобы захваченные пленные вернулись. Ясеф Менделевич мне прислал такой лист, Раф Ясеф Менделевич, вот прислал такой листок, который у них висел в субботу, да, и там было написано, да, «Дорогие евреи, соблюдающие субботу, к вашему сведению, да, четырех заложников освободили». То есть кто-то из Хелонима постарался, да, обрадовать евреев в субботу, те, кто соблюдает, вот, ну, это очень приятно, так, по-детски смешно немножко, да, но очень приятно, вот, есть у нас связь в народе, душевная, духовная, вот, несмотря на разные подходы. Вот, я всегда упоминаю о любви от Михаэль, своей жене, которая ушла два года назад из жизни, да, и всю жизнь посвятили тому, чтобы вместе, чтобы понять тексты наши и составить комментарии. Да, теперь седьмой псалом, да, Шигайон, Шигайон Ледовит, да, Шигайон Ледовит, да, Шигайон Ледовит. Вот, что мы с вами помним о предыдущих шести псалмах, да, первый, да, это задачи частного человека, второй – задачи всего народа, да, третий – псалом, да, как бы, сетывание по поводу того, что праведник в народе, в еврейском, не принимается, да, вот, четвертый – псалом. Просьба ко Всевышнему, просьба ко Всевышнему услышать и восстановить честь, да, восстановить честь, поскольку люди не очень-то восстанавливают честь Давида, то он просит Всевышнего, да, вот, пятый – псалом, да, и жалоба Всевышнему, да, вот, и жалоба Всевышнему, да, вот, и жалоба Всевышнему, что он – Бог, который не терпит несправедливости, не терпит зла, да, почему он дает возможность злу существовать, да, это пятый – псалом, шестой – псалом, да, это молитва, да, Давида помиловать, да, если есть какие-то грехи, точно есть, я не понимаю их, да, я не знаю, я не могу вскрыть, помилуй меня, не наказывай в гневе, как бы, да, постепенно разберемся, разберемся, обещаю тебе, что постараюсь сделаться лучше, да, и теперь седьмой псалом, да, теперь седьмой псалом, Шигайон Ледовит, да, что такое Шигайон, кто поможет мне? Каприз, причудо. Причудо, да, где это у нас написано? Шигайон, да, у Башевича Зингера есть такая книга – Мишуга. Что такое Мишуга? Человек сдвинувшийся, да, по фазе, как говорят, да, Шигайон – это что-то типа сумасшествия, какой-то выход, да, когда нету логики, есть только крик души, логика куда-то ушла. Посмотрим, действительно так, или всё-таки Давид сохраняет логику, да, но он говорит, Шигайон и Давид, как бы он сразу, сразу Давид как бы извиняется, говорит, от души не всегда по логике, да, Шигайон и Давид. Как сказать, крик Давида, да, крик от души, может быть, что-то такого рода, который он, который он пел Богу, Ашер Шар Легашен, Адвар Куш бен Йемени, да. Куш, вообще-то это негр, сегодня так не принято говорить, афроафриканец, да? Куш, на самом деле, это может быть действительно в пророках человек темнокожий, конечно, были темнокожие люди, и в Иуде были, да, но здесь имеется в виду, что человек, необычный человек, обличающийся от других, человек, который притягивает глаз своей особенностью, может быть, праведностью, чем-то хорошим, да. Так, про Маше говорят, что жена у него кушит, да, а у него не было другой жены, кроме цепоры. Значит, кушит – это та, кто выделяется, отличается среди других, да, женщина, которая выделяется, та же самая цепора, но характеристика просто, что она выделяется среди других. Бен Йемени, мы понимаем, что такое Бен Йемени, как вы сказали. Из Беньямина, да, у Беньямина, как вы помните, два имени, одно не употребляется ему. Мать, Рахель, даёт имя Бен-Они, да, сын бедности моей, сын моего, бедности даже нельзя сказать и салифан, да, сын моего огорчения, может быть, сын траура моего, потому что она умерла, когда я его рожала, она увидела сына, но она уже знала, что у неё не будет сил продолжать жить, да. Он говорит, сын, сын траура моего, а Яков не хотел, чтобы ребёнок так рос таким, он ему дал имя, не, чтобы не забывалось то, что дала Рахель, да, но другое имя, Бен Йемени, да, сын правой моей руки, Бен Йемени, сын правой моей руки, Бен Йеми, да, Бен Йемин, сын правой руки, сыр сила, она сказала, сын слабости, сыр траура, сын силы моей, да, так сказал Яков, да, и мы понимаем, что речь идёт о Шауле, которого здесь Давид не захотел на меня упоминать по имени, да, вот, и он, и здесь есть намёк такой, да, здесь есть намёк такой, да, что, может быть, этот крик души, который назван Шигайон, как бы выход за пределы нормальной логики, да, он, может быть, намекает не только на Давида, а может быть, не столько даже на Давида, как на Шауля, у которого случился Шигаон, как у него случился Шигаон, да, вот, на него опустился Божественный Дух, а потом, когда он не истребил Амалика, да, этот Божественный Дух ушёл от него, да, а когда, как Мальбим объясняет, когда Божественный Дух уходит, да, то это ужасно тяжёлые ощущения, да, пророк, который не получает пророчества, скажем, он даже не лишился пророчества, он знает, что не лишился пророчества, да, но он не получает его, он ждёт его, да, ждёт этого пророчества, а тут человек лишился Божественного Дара, да, да, и, как свято место, пусто не бывает, вошёл, как бы, другой Дух, да, Дух, который не позволяет адекватно реагировать на вещи, да, нет, здесь это намеку. Рашем элукай бехаха сити – Бог, я на тебя надеюсь, да, вот, ты надеяться на Бога – это великое дело, да, да, а мы понимаем, что здесь есть проблемы, да, иногда хочется сделать как-то, да, вот, просто, ну, как говорят, кулаки чешутся, да, ох, я бы ему сейчас сдал, да, и правда, нет, да, нет, не пускаешь в ход кулаки, потому что это запрещено, запрещено Торой. Я бы ему сейчас сказал, да, не пускаешь в ход язык, потому что нельзя обижать человека, даже если он не прав, да, и что остаётся, да, ты уходишь с обидой, уходишь с неудовлетворённым чувством, что ему не дал в зубы, да, надеюсь на Всевышнего, что он восстановит справедливость, не обязательно, что он пошлёт ему на голову что-то, что он восстановит справедливость, он защитит праведников, я надеюсь на Всевышнего, да, а чем его хайбиха хасити говорит, Давид, я на тебя надеюсь, но Давида, как для царя, это очень важно, да, очень важно, да, иногда, иногда у царя бывает какая-то подозрительность, да, по отношению к своим, там, подданным чиновникам, да, доказательств нету, сейчас бы его, как бы, взять, скрутить и в тюрьму, да, он говорит, нет, я надеюсь на Всевышнего, просто так, без каких-либо, без каких причин я действовать не буду, да, хайбиха хасити, на тебя надеюсь на Всевышний, это моя линия в жизни, кулаки в руки, вход не пускаю, язык не распускаю, я надеюсь на тебя, да, ты сделаешь то, что я не могу сделать, как человек, ограниченный заповедью, ограниченный своим разумом, я надеюсь на тебя, да, нет, ха-ха-ха-ха-сити, да, оши, оши эни, мекон род фай, да, спаси меня от всех моих преследователей, биоцелени, да, и избавь меня, да, избавь у Давида много ситуаций, да, вот, с Шаулем, особенно, один из ситуаций, одна из ситуаций такая, да, он убегает от Шауля в пустыню, да, прячется от него в пещере, вместе со своими спутниками, как бы, последователями, приверженцами, те, кто собрались к нему из Иуды, сидит в пещере, в эту пещеру заходит Шауль, да, заходит Шауль, да, и Давиду говорят, люди умные, знающие Тору, говорят, он же Рудеф, он тебя преследует, есть Дин Рудеф, если кто-то гонится за тобой с ножом, да, вот, и кричит, я тебя убью, или даже не кричит, он с ножом за тобой гонится, да, встань и убей его раньше, да, он же преследует тебя для того, чтобы убить, да, встань сейчас, убей его, да. А сейчас действует это? Конечно, действует. А что же вы будете спокойно стоять, если на вас кто-то бросается с ножом, вот, тот, если говорить о законе, если это касается евреев, если это не касается ни евреев, то спасай себя, как умеешь, ни в коем случае не стой, не жди, если касается евреев, то здесь есть понятие о превышении, как это сказать, мер самообороны, о превышении мер самообороны, если ты можешь его скрутить, да, очевидно, да, если ты можешь его обезоружить, очевидно совершенно, да, и ты его убиваешь, то ты не прав, да, вот это... А если еврея можно непропорционально быть? Что? С неевреями здесь другое дело, да, здесь другое дело, особенно, когда у нас есть военная ситуация, и военная ситуация по всей стране, да, вот, у нас граница проходит повсюду, как вы знаете, у нас Мишмар-Агвуль, да, как это сказать, ну, пограничники, они везде по всей стране, да, у нас везде граница, да, тут законы войны, да, если, вот, конечно, это решает, как бы, военное руководство и правительство, но с точки зрения Торы нету никаких мер ограничения для, скажем, для устрашения, да, для устрашения, да, вот, как, когда, скажем, да, в операции Рафиахи убили все семьи, которые держали заложников, да, держали дома у себя, где-нибудь там, да, комната с клеткой, да, сосиску, ну, там, через клетку просовывают, да, убили все эти семьи, чтобы другим не повадно было, чтобы утвердить достоинство не только еврея-человека, это что же такое-то, это пленного держать дома, да, так что здесь, как бы, это отдельный разговор, да, но ему говорят его, те его люди умные, да, говорят ему, убей его, потому что он преследует тебя, и Давид уже собирался убить его, Шауля, но Давид очень опирался на чувство своего сердца, да, он, у него особое, как бы, состояние, он не то чтобы пророк, да, но у него божественный дух есть, и он очень прислушивается к себе, к своему внутреннему состоянию, к своему сердцу, да, может быть, для любого человека это не всегда справедливо, не знаю, надо подумать, но Давид это очень-очень часто делает, и он чувствует, да, опять же, как Мальбим объясняет, когда он хочет его убить, он чувствует, что, ну, не идет, нехорошо это, да, и он отрезает у него кусок одежды, да, для того, чтобы, когда он выйдет из пещеры, отдалиться, показать ему кусок одежды, сказать, я мог тебя убить, да, вот, и что, и опять находятся люди у Шауля, которые ему говорят, да, да, Шауль уже просто расплакался, растрогался, он говорит, я тебя, вот, я тебя больше не буду преследовать, Давид, конечно, не идет к нему еще, да, пусть, вот, ничего, он осторожничает, вот, но у Шауль находятся люди, которые ему говорят, да ты что, говорит, он отрезал тебя, это у тебя одежда за кусты колючие зацепилась, а он подобрал вот этот кусок, да, вот, так что всегда найдутся, всегда найдутся доброжелатели, но если говорить, да, если говорить о псалме, в ушении, Микон Расфай, спаси меня от всех моих преследователей, да, де га цилейне, да, да, цилейне, и сейчас мы поговорим тоже спаси, значит, есть какая-то здесь разница и тонкость, да, и Давид обращается ко Всевышнему, да, я не хочу, да, связываться с теми, кто меня преследует, да, делал такое, да, как бы, скажем, да, преследует, убил человека, да, не хочу, ты спаси меня, да, спаси меня, о шейне, да, спаси меня, де оцилейне, какая разница между о шаа, о шаа бе оцала, да, всегда нужно обратить внимание на синонимы, потому что их анализ даст понимание, ешуа, ешуа, это всегда, когда человек, человек делает что-то, да, а Всевышний его спасает, да, а Ециль, это может быть, может быть, что человек ничего не делает, да, ему поставили на него ловушку, да, а Всевышний спас, он не наступил на эту ловушку, да, то есть сослуги человека здесь, и он даже не знал, что против него делать, да, О, мы слышим уже, да, по-другому эту строчку, да, спаси меня, дай мне силы спасти, из быстроту ног убежать, если на меня напали защититься, в Иоцилейне, спаси от того, что я не знаю, от всех козней, от всех ловушек, которые ставят на меня, да, чтобы не разорвал преследователь, да, или все преследователи не разорвали мою душу, как лев, да, расчленили ее, расчленили ее, и не было бы того, кто спасет, и не было бы того, кто спасет меня, да, Давид прежде всего говорит о душе, конечно, он ждет и физического спасения, но он говорит о Всевышнем, о душе, говорит, да, это столкновение, это столкновение с преследователями, да, это столкновение с преследователями, которые как львы, да, вот, оно разрушает, разрушает душу прежде всего, да, Он рвёт мою душу, как лев. Не только физическое столкновение, не только опасность, но столкновение с этими людьми, которые меня преследуют, это как бы душевная боль. Спаси меня, порек вейн-мациль, разрушает всё, вейн-мациль, нет того, кто меня спасает. Гаше, Малукай, Бог всесильный мой. Здесь подчёркивается и мера милости, и мера суда. Им асити зод. Если я это сделал, что это? Поясняет. Им еш авель бехапай. Если есть несправедливость в руках моих, что это такое? Им гамалти шолми ра. Если было такое, что я человеку, который со мной в мире, который со мной в мире, я ему причинил зло. Я ему причинил. Он со мной в мире. Он мне ничего плохого не сделал. А я ему причинил зло. То ли я его в чём-то заподозрил, то ли мне что-то нужно было. И я его использовал. Так что я ему причинил зло. Если было такое. Да, халцацули рейкам. А я ведь отпускал своих притеснителей просто так. Вот как раз этот случай с Шаулем. Вот притеснитель мой. По закону мог бы убить его. Но Давид – особый человек. Он хасид, как бы, да. Не в том смысле, как сегодня говорят. И он действует не всегда по закону, а и поднимает планку для себя очень высоко. Потом, когда он стал царём, он поднимал планку очень высоко для всего народа. Требовал от всех морального уровня очень высокого. Если было такое, что человек, который со мной в мире, я причинил ему зло. Если было такое, что... Да, а я ведь наоборот. Того, кто притесняет меня, я его отпускал так. Ирдов уев на вши. Пусть враг преследует мою душу, можно сказать. На вши, может быть, меня. Можно привести. И пусть он меня догонит. И пусть он меня топчет. На Алиц, до земли. Хаяй, жизнь мою. Ухвади и честь мою. Леофар, ухвади Леофар Ишкен. И пусть моя честь упадёт до праха. Пребывает в прахе. Села. Леофар Ишкен, понятно, да. Шохен – это пребывает. Ишкен будет пребывать. Пусть моя честь до праха опустится. Там будет пребывать. Будет растоптана, как прах. Опять же, Давид очень резок, скажем, в суде, в моральном, по отношению к себе. Прежде всего, и к другим тоже. Если вы помните, к нему приходит пророк Натан и рассказывает притчу, выдуманную историю, которую Давид воспринимает как реальную. Все помнит, да, что был человек богатый, у него всё было. Был человек бедный, у него была одна овца, и вот богатый забрал эту овцу, потому что нужно было угостить гостя, а ему было жалко своих. И Давид говорит, бен Малингу убить такого надо. И он не шутит, он царь, он может своим судом приговорить к смерти, чтобы другим не повадно было, чтобы знали, что такое милость, как, насколько велика милость. Кума Гашем Баапеха, встань Всевышний в гневе твоём, и на сэ бей в рот цурырай. Она, и на сэ, ну, можно сказать, отбрось в гневе твоём моих притеснителей. Вы ура, элай, мишпат цевита, и пробуди обо мне суд, который ты приказал, который ты установил. Давид иногда просит милости, часто, а иногда он говорит о суде. Там, где дело касается морали высокой, если я чего-то такое натворил, действуй по суду. Про себя он уверен, что он придерживается высокой морали. И тебя окружит общество, общество народов, а ты поднимись на небеса. Во-первых, поднимись на небеса. Мы понимаем, что это образ Всевышнего на небе и на земле. Но иногда в псалмах, как мы уже встречались, Давид говорит, что Всевышний Гешеб Бешамай Мисхак во втором псалме. А тот, кто сидит на небесах, он будет смеяться. А что он сидит на небесах? Он повсюду. Это образ, который Давид пользуется. Надо сказать, что иногда бывают такие времена, что кажется, что Всевышний отдалился от земли, и он не управляет. Вот, говорит, придут тебе народы, будут жаловаться на меня. А кто это может быть? Кто на него может жаловаться? У-у-у! Сколько на него может, пожалуйста? Плештим на него, могут пожаловаться. Еще как. Гальяту голову отрубил. Муав может на него пожаловаться? Еще как. Давид с Муавом проделал такое. Он, когда Шауль его преследовал, он послал свою семью туда. Потому что, почему он послал Муав в семью? Скажите мне, раз, два, три. Руд из Муава. А Руд – это его прапрабабушка, правильно? А эти связи, понимаете, из царского дома, она из семьи Иглона, они держатся столетиями. Он послал царю Муавы, чтобы тот присмотрел за семьей отца, мать свою послал туда, и братьев своих, шестерых братьев. Что сделал царь Муава? Он убил всех. Один из братьев бежал в Омон. И это имело потом колоссальное значение. Царь Омона, сын царя Омона, принял Геюр. Его дочь потом была женой царя Шламов. Но это как бы в скобках. Давид, когда победил Муав, он положил их в цепочку наземную, положил в ряд, и измерял веревками. Одна веревка будет жить, другую убить. Одна жить, другую убить. И понятно, скажем, тут есть, не знаю, как у нас, но в древнем мире со времен Яшуа евреи видели свою обязанность, свою обязанность в том, чтобы научить, объявить, что так нельзя делать. Поэтому, когда мы видим с вами в книге Яшуа, он своим командиром, Яшуа говорит, наступить этим царям на шею. Удавить не надо, наступить на шею. Почему наступить на шею? Потому что они пленных так убивали. Давили, потом отпускали. Или потом отпускали. Получали удовольствие от мучения человека. Он говорит, надавите им на горло и не бойтесь их. Естественно, что над ним не издевались. Также, когда колено Иуды победило царя Безека, который напал на них, они ему обрубили большие пальцы рук и ног. Вот почему? Он сам говорит, у меня под столом сидело 70 пленных царей, которые с обрубленными большими пальцами рук и ног. Бог с ними, с этими царями. Они такие же злодеи. Яшуа видел свою обязанность объявить о том, что так не делают. По отношению к злодеям тоже. Потому что у каждого есть образ и подобие человека. Эту мысль нужно было утвердить среди народов. Я думаю, что у нас сейчас нет такой обязанности. Но вот у Яшуа и у Давида была такая мысль. Скажите мне, сколько в веревке было человек, когда Давид мал казнил? Восемь человек. Шесть за его братьев и двадцать за отца и мать. Чтоб знали, что так не делают. Поэтому Давид говорит, это я говорил с тобой о своих врагах, о евреях при своем дворе. Я говорил с тобой об истории с Шаулем, который меня преследовал. Но если говорить о народах, они на тебя, они мне, они тебе на меня будут жаловаться, поднимись. Я просил, когда речь шла с евреями, я тебе сказал, действуй по суду. Если я что-то сделал человеку не так, суди меня строго. По суду. Здесь, когда с народами, он говорит, они будут жаловаться на меня, поднимись от них наверх. Поднимись от них наверх. Потому что там совершенно, совершенно другие отношения. Там не простить, там не отпустить притеснителя ни с чем, чтобы он сам подумал и раскаивался. А там сделать мера за меру. И опять же, даже не для того, чтобы навести как бы справедливость, а для того, чтобы показать, что так не делают. Такими мерами, такими методами не строятся отношения между людьми, даже с врагами. Каждый сотворен по образу и подобию. Поэтому, когда они будут жаловаться, поднимись на небеса, как будто тебя нет. Кричи, ну, слыши, но делать ничего не будет. Мишпа Цивита. Ваатат ле умим тесудебеха. А окружат тебя народы, как сказать, собрания народов. Ваалея ле маром шува. И за них поднимись на небеса. Гашем ядин амин. Всевышний будет судить народы. А ты, Всевышний, суди меня по моей праведности. Я этим народам ничего не сделал. Такого, что не по закону. Вы по цитке. Укитуми алай. И по простоте моей суди меня. Игморна ра-рышаин. Сейчас мы постараемся все-таки закончить. Игморна ра-рышаин. Завершится пусть зло злодеев. Бог справедливый. Щит мой от Бога, спасающего прямых сердцем. Прямых сердцем прямой. Я перешел на русский смотрим, как на иврите. Ешрей-лев. Ешрей-лев. Очень важное свойство. Йошер. Ешрей-лев. Не кривить душой. В каком смысле не кривить душой, скажем, если это касается с врагами? Я ничего не делал для того, чтобы получать удовольствие мучить врагов. Я по простоте прямо так, как нужно. Ешрей-лев. Прямое сердце, которое чувствует правильно. Елоким, шофет, садик. Всесильный судит праведника. И он каждый день гневается. На кого гневается? Но праведника. У праведника есть ошибки. Он что-то не дотягивает до той планки, которую Всевышний поставил. Он должен. А он не дотягивает. Всевышний гневается не весь день. Елоким, шофет, садик. Если он не вернется в шубе, Всевышний точит свой меч. Всевышний точит свой меч. Кашто дарах. Лук свой натянул. Ледрох от слова наступать. Дарах наступил. Потому что лук как натягивали? Ногой. Тугой лук натягивали ногой. Кашто дарах. Выехоненея. И ждет. Натянул свой лук и ждет. Велогихин клеймавит. И праведник он приготовил инструменты смерти. Оружие разные. Хитсав. Ледолкин. Иефаль. И тут все свои стрелы он пустит на тех, кто его Долек Ахараф. Долек это горит. Можно сказать, Долек преследует. Долек как бы хочет поймать его. Бежит быстро. Но в его преследователей пустит он все то, что он приготовил для праведника. Праведнику только нужно чуть-чуть осознать. Раскаяться. Захотеть раскаяться. И все стрелы полетят во врагов. И не их баль. И не их баль. Авин, беара, амаль. Есть вот он. Кто-то из врагов. Он замыслил пустое. И он как бы беременен. Да, забеременен. Внашивает как бы. Пустое амаль. Нечестие. Бейлет шакер. И он родит ложь. Бор кара. В их перегу. Он открыл яму и углубляет ее. Хофер. Копает. Виполь. Бешахат. Ифаль. Бешахат. Ифаль. И он упадет сам в яму, которую он сделал. Ишуф амало берушо пусть. Его дело вернется ему на голову. Балькат като хамасо ерет. И на его теме опустится его нечестье. Оде га шэм ки цитко. Я благодарю Всевышнего за праведность его. Ба замра шэм га шэм эль йо. Буду воспевать имя Всевышнего выше. То есть в конце Давид возвращается к тому, что он надеется на Всевышнего. И он говорит, что Всевышний не оставит безнаказанными тех, кто преследует праведника. Но что? Ты, может быть, не сразу. Наоборот. Праведник в опасном положении. Потому что он что-то где-то не дотягивает планку. Как только он исправился, все сразу летит против его врагов. Что-то поняли мы с вами. То есть надежда. Псалом говорит о надежде на Всевышнего. Потому что человек не всегда может разобраться, не всегда может справиться. Кого он оказывает, кого не надо. Он просит у Всевышнего, чтобы он это сам делал. По отношению к народу совершенно другая мерка. И в конце он говорит, что если вы думаете, что Всевышний, он где-то заснул. Я все. Все, я закончил. Сейчас, секунду, я покажу. Что если вы думаете, что он заснул, то это не так. Он ждет. Смотрит на праведника с угрозой. Но стоит праведнику исправить свои пути, все полетит в условие злобея. Пожалуйста. В принципе, посмотрите. В принципе, обращается к Всевышнему, чтобы он разобрался без двери. И делается обрешение. Это будет ли мура или что это? Что это? Это же один мура. А это что? Видим, сейчас видим, какой взгляд. Что есть там Санкт-Петербург, есть суд, есть оборону. К Всевышнему не обращаться по поводу спора между людьми. Правая, там левая. По крайней мере, я так не понял. Но, скажем так, бывают разные ситуации. Когда за тобой гонятся с ножом, или тебя преследует Шауль, а ты сидишь в пещере. То тут не до Сангедрина. Надо принимать как-то решение и что-то делать. Так он просит у Всевышнего защиты, чтобы ему самому не разбираться. Можно убить Шауль, нельзя убить Шауль. Он просит у Всевышнего. Легитимно. А он легитимный. А теперь бывают враги скрытые, которые про тебя говорят, которые тебе роют яму. Незаметно. И иногда ты знаешь, ты ничего не можешь сделать. Иногда ты не знаешь. Просит Всевышнего защиты. Вот вы сказали, что Бог гневается каждый день на праведников, сказали вы. Здесь в скобках написано на нечестивых, то есть с точностью до наоборот. Как же на самом деле? Это кто же тут в скобках-то написал? Нет, я понимаю, что в скобках, кто как-то понимал это. Потому что в тексте... Как сказано на иврите. Как сказано на иврите, да? Он судит праведника и гневается... И гневается на нечестивых. И гневается на нечестивых. И готовит им наказание, да? Ну, наверное, тоже... Если праведник грешит в какой-то момент, он в этот момент участил. Тоже хорошо сказано. Вот, ну, скажем... То есть я всевышний всталом, идея какая? Что вы говорите? Просьба всевышнего вмешаться в мирские дела? Не понял? Просьба ко всевышнему вмешаться. А что, не бывает такой? А? Не бывает такой, что всевышний вмешивается в мирские дела? Ну, почему нельзя править? Нет ничего, кроме того, не деяния всевышнего. Нет ничего, кроме всевышнего. Это понятно.